Игнат Тихонович, простите меня, грешно, прервался, я с Александром Андрусенко разговаривал. Сейчас, подожди, сейчас Андрусенко звонит, подожди, сейчас, не отходи только далеко, не отходи. Игнат Тихонович, тут Сергей как раз позвонил, пока вы меня на удержание поставили. Ну и вот мы сейчас втроем разговаривали, Марьясов, Сергей да я. Ну, порешили, что на воле Игнатия Тихоновича все должно оставаться и на его усмотрение. Так что вот, как Игнатий Тихонович порешает, так все и будет. Я еще решаю, я молюсь и говорю практически как. Ну то, что, допустим, говорит человек и вариантов не допускает, я вижу, что это шаткое дело. Мы берем несколько вариантов, даже несколько, и смотришь, один не сработал, второй срабатывает. Мы думали, там не примут, где мы стараемся ближе к краю, из города выехать, в Софии так мы были. Наконец выехали, где с кромочки, воды нету. Подумали, в какое время подойти, а они напали, ничего значит напали. Тогда я пошел, пошел туда и стал говорить, мы из России. Так они забегали, скорее давай помогать нам наливать. Ну, понимаешь, нет, надо варианты все прорабатывать. Ну, нельзя так, чтобы в лопы не получилось. Не получилось в обход, значит, не мог перепрыгнуть, я поднырну под планку, у меня цель. Ну и сейчас вот мы обсуждали то, что могут книги, в общем-то, не удастся их развести. То есть одно дело вывозили, другое дело люди чужие совсем. Ну и пусть мы, я думаю так, что здесь, если книги даже останутся неразвезенными, вот тогда вступит в вариант действий, следующий, который сейчас был, например. Или там вы еще что-то придумаете, какой-то вариант. Поэтому на Бога надо полагаться, и там как будет, так будет. Там будет видно. Они сразу поедут сейчас. Первое, это проезжают через Санкт-Петербург и к Мурманску, к Баренцеву морю. У нас это назначено было. Центральный город и по районам. И по районам. Как мы везде все делали, получаем известие. А все не считают. Сегодня есть книги, которые стоят там, хорошие книги. И Достоевского спроси, когда брали, считали. Даже никто не знает. Фильм какой выпустил этот, как я его забыл, по электричеству-то. Главный-то еврей. А, Чубайс? Чубайс забыл. Я говорю, зубами ты взорвал его. Ну, надо же так. А почему? Потому что он, говорит, 300 лет, там, или как там вместе, как Сложеницы написал. Если коснулся евреев, они его ненавидят. Хоть тысячу раз выше таланта будь. Ну, кто он такой? Обыкновенный человек. Вовремя Америка ему отдала все эти финансы. Он-то ничего тут не делал-то. Он как смотрящий в бандитской группе. Смотрящим. Это уже так принято. Ну, и вот. Он ненавидит. И что? Я спрашиваю книги, каким? Да никаким. Не нуждается даже совершенно. А возьми сейчас, кто Пушкина читает по программе что-то, да? А ты возьми сейчас, если Набокова, там, Лолиту, тут еще будут читать. Вот. Ну, еще что-нибудь такое там. Ну, да. У нас другой уровень. Мы о другом говорим-то. Нашу книгу читает человек, он выходит другим из этого. Даже один, он стоит того. А в одном грешнике, кающемся, радость на небесах. Из всех книг только один покаялся бы, и уже все оправдано было. Спасенная Христа, Христом душа. Так у меня не один, сколько уже свидетельств было. Я делаю то, что могу. Препятствия, преодоление каждого препятствия от Бога награда обещана. Я с вами. Во все дни до скончания века. Он обещал. Да, да. Да, тут надо на Бога нам полагаться. Иначе, да, как бы рассчитываем сами умствуем, а Бог-то забываем, что Бог-то. Да, вера-то какая у нас еще? А Бог, да? А Бог. А Бог. Сергей молиться будет. Сергей сколько сделал, так вообще тут, я не рассчитаюсь. Да, да, да. Он все ведет. И он это вот дотел, и все это на пользу. Я нисколько, ни одного ролика не скрывал бы. Это он кое-что Сергей придерживает. Даже, почему, потому что мы не знаем, через какое слово, кого Господь коснется. У меня вот доверие Богу есть. Бывает совершенно незначительное слово. Мне сегодня один звонит, я у вас вот это считал. Это как вы могли, кто вам это открыл? А я даже ничего в этом не вижу. Вот мы сидим в камере, но я рассказываю, как мы ходили за малиной. Как ребятишки брали. Набрать всем надо кружку. Малины, а потом с молоком в лагере. А дети-то смотрят, там разбрелись, а лесополоса, потом еще. И один ребенок, говорит, не берет. Слышал этот рассказ-то? Святые полосы. Да, так он-то, я рассказал когда. А он, этот со мной, Редькин, там, Владимир Прокопьевич, там. Он босиком ходит по этому, ну, а скамейки от Каласлани прикованы, как петух по насесту-то. И слезы, полотенце мокрое, все. У меня дети-то какие злые. Да тут святые, Боже, отец Игнатий. Да это как можно так? Я даже не думал, что это вызовет такое покаяние. Мы не знаем. Не знаем, нет. Надо Богу довериться. Я все, что говорю, перед этим я молился. Зачем я тогда угол протирал? Я доверяюсь Богу и знаю, что Он скажет что Ему угодно. Хотя я не осознаю всей силы сказанных слов. Игорь Тихо, а вот Вы когда говорите, вот, Вы молились. Вот что Вы вкладываете под словом молиться именно по какому-то вопросу? Это как выглядит у Вас? Ну, как выразить? Допустим, у меня есть вопросы, которые я ежедневно приношу перед Богом. Первое. Господи, пошли добрые жители потеряю их, которые любили бы уставы Твои послушания. Второе. Расширь пределы наших общин. Дай нам еще священника, если угодно, тебе. Если угодно. Место для занятий. Теперь дай добрых детей в лагерь и на крещение, которые достойны этого. Вот у меня набираются уже шесть просьб. Я их регулярно приношу. Ну, а дальше-то еще непонятно-то. Вот я посмотрел. Ну, Давыд говорит, там, семикратно в день. Я пометки делаю. Вещь вам посчитай девять раз. Никогда бывает больше, меньше. Вечером посмотрю, девять раз на молитве днем был. Девять раз. Девять. Даже по сто поклонов уже девятьсот. Так утреннее, вечернее, это уже сто десять. Считай. А как у меня определенное ожидание от Бога. Я это сказал. Я просто делюсь, раз вы спросили. Да, да, конечно. Во всем абсолютно видеть промысел Божий. Вот сегодня вот этот приехал человек, вчера помолился. Я его дорогу расспрашиваю. Павел Федорович, а как вы решили-то? Вчера потерял покой весь, говорит. А я вчера вечером только молился. А вот вы как знаете, допустим, как вы молились по этому вопросу? И как, в каждой из этих девяти молитв, что вы молились в течение дня, вы об этом к Богу управляли? Да, я молюсь об этом. Как вот сахар? Я, как правило, обращаюсь за помощью кому-то. Вот как по сахару вы молились? Можете... Когда двое или трое согласятся молиться о сахаре, у меня чего-то не хватает. Я слово сахар не произносил. Ты, Господи, знаешь, это дети твои. Твое достояние. У меня ничего нету. Нету совершенно. Володя пойдет сдавать книги. А за книги там надо заплатить. Бывает 500 рублей, полторы тысячи. Володя, заплати из своих. Я пенсию получу. У меня нету ничего. Но я знаю, что будет. Почему? Александр Андрусенко. Он уже обещал дать. Но я не беру, потому что... Куда мне? Я не потратил ни одного цента ни в Америке, ни где на себя. Вообще нету. Вот я вчера взял ролик, там, как я крапиву толку видел там. Срывает. Картошка, там, в руки взять нечего. Я сварю, обдеру ее, подсушу ее, она нормальная. Для меня это как раз. У меня веселый, радостный дух постоянно. Просто ликующий. Я себя сдерживаю, чтобы не улыбаться. Это как юродивые-то скажут. Ну, еще он все время... А я, Господи, я ощущаю близость к Божию. Он меня любит. Он слышит, он обещал. А как поступить правильно? Я стою, и ты видел, как после молитвы мы стоим и прислушиваемся. Что скажет Бог? И он мне говорит. Вот этот вопрос доверите Сергею. Я ответ получаю. Что он скажет? Довериться. Ну, довериться ему обязательно, чтобы я ему высказал все. И вот он ответ уже свой дал. Я принимаю не просто от Сергея Козлова, а принимаю через Сергея Козлова. Это мой Бог. Он мне отвечает на мой вопрос. У меня опыт. Опыт не два дня. Сколько лет уже? Там 11-12 лет только с книгами. Я вижу результат. Я вижу, как это. Один там вернулся из тюрьмы, говорит, попала ваша книга, Том. Не знаю, какой это. Я три раза, говорит, полностью просчитал. И курить бросил, и все. Три раза. От корки до корки. Другой нет. Да к попу узнали, что мои книги в лагерь попадают. Как они взбунтовались. Все поставили преграду. К начальнику ИТК. Он генерал-лейтенант. Представь себе там это. Он не ИТК, а все эти системы пенситарные. И тогда давай. Такой сын сидит, там только пять книг. Так давай узнавать, знакомиться с одним. Одни дают. Другие. Я все равно книгами наполнил там. Люди идут разные, через разных они. Да, заносит. Попают, отдают. Все. Я вижу их действия. Я вот сегодня какие отзывы получил о книгах, которые считают. Если бы я был, ну, не я, то тут бы просто уже закатились глаза. Какой восторг люди вызывают. Я, говорит, нигде сейчас не ищу. Захожу и прямо сразу нахожу у вас. И при том, о чем я говорю. Именно включаю, не выбирая, тысячу там, триста проповедей. Именно та проповедь с того места, которое мне нужно. Как это может быть? Притом постоянно. Притом очень редкий такой у меня вопрос был. Ну, вообще, думаю, никогда не найти. Наугад вечером включаю. Вот она где. Ну, Господь кому хочет, Он находит через кого и как подать, да? Так меняется человек совершенно. Он мужеством наполняется. Говорит, меня это, знаете, как воодушевляет. Вот сегодня он как раз, я его выставляю, вы на нашем форуме-то бываете? Ну, конечно, да. Вот, я там переписку с Соболевым. Это его слова. Его. А он преподает в академии, в университете и в епархии. И сегодня его там в епархию, что ли, вызывали. Там его прямо такие ему дают большие залы, все. Я говорю, ты не обольщайся. И в момент разговора, в это время ему звонят с университета, вы смотрите, нигде. У вас перегрузка такая будет, такие темы у вас. И он говорит, это от Бога. Чтобы я тут не взял. А они-то через это его обхаживают, потому что услышали, он не согласен с ними в одном, в другом. Но они его начали жаловаться митрополиту. Ну, и поняли, такого человека терять-то. И ничего нету. А потом вызывают уже через священника. Ну, и обкатывают его. Он говорит, я уже никуда не сдвинусь. Я уже это понял. Это евангельский дух во мне проник, говорит. И как это можно теперь не видеть? Это новое рождение. И одно его, это обращение ваше, это все оправдало. Все. Мне не надо количества считать. Ты не обратился сегодня, завтра. Не завтра в вашем сыне это сыграет. Потому что они написаны, эти книги, в пророческом духе. Никому не подражают. Я даже не понимаю, что это. Сегодня он стихотворение тут писал. Ну, и попадается. Попросили меня создать видео. Файлы. Каждое стихотворение файл. И систему Сергей установил. А тут пришел Гавриил. И я уже 200 файлов создал. Новые. Запасные. 200. Вы начитываете стихи, да? Начитываю стихи с видео. Видео. Они у меня насчитаны были в аудио. Сейчас я пересчитываю. И я снова в них нахожу такое. Я их как будто это не описал. Но я показывал мои черновики. То, что вы читаете хорошо. Потому что вы лучше. Вас никто не прочитает. Как вот видео, помните, были, зачитывали там ваши какие-то сюжеты. Не помню, о чем было. Помните, по двое записывали. Ваши слова читали. А вы комментировали. Все равно никто нормально не читал. Как вы читаете, как бы неподражаемо уже. Оно совсем звучит по-другому. Так и это здесь лучше самому. Это хорошо, что вот так вот. Сил, дай бог, вам закончить. Ну, вот установили все. Я считаю, так я сижу по 16 часов. А сегодня вот уже 18 будет скоро. Я слепой сижу. Но бог как-то почему-то... Сегодня одна бабушка ничего не говорила. Принезла мне морковки. Я посчитал 30 морковок. Я на морковках. Каратит, глаза. Кушаете. Это бог так делает. Игнать Тихонович, а вот вы и в молитвах просите быть Вадимом Духом Святым. И вот родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. А можно вот родиться свыше и не быть Вадимом Духом Святым. Да. А можно родиться и сидеть на одном месте. Родиться свыше могут любой сектант, баптист, кто угодно. Но дальше он не идет и Духу Святому не дает места. Ему обязательно Дух Святой бы открыл, что они не церковь. Вот они обмирают, баптисты. И никому не показано, что они не церковь. И отсюда я понимаю, что это не от Бога. Это сатана над ними спрашивает. А мне вот, допустим, верующим, вот так я все, как вот вы говорите, я все понимаю. А могу ли я быть уверен, что я Вадим Духом Святым или я не Вадим Духом Святым? Как проверить? Так у нас же проверка Слова Божия. Нам нельзя ошибиться никак. Никак. Вот я пошел перед тем, как с вами беседовать, а я об этом молюсь и молюсь постоянно. Вот сколько раз в день, ночью. Господи, как тебе угодно. Потревожь сердца этих людей. Дай ответ. Я поэтому верю Богу и принимаю, что вы говорите, передаете то, что мне Бог говорит. Вы нигде против Писания не говорите. Слова Божественные, они легко ложатся на вас. Я вас не убеждаю даже, просто произношу. И я понимаю, это через вас говорит Дух Божий. Вот так. Потому что, а чего, я вам говорил по крещению, я подтверждаю словами. А вы поехали даже, кого я хвалил, и у вас не сошлось с ним. И вы понимаете, еще я приехал, когда не так все. Но я специально не говорил, чтобы ни одного плохого слова. Я-то все вижу это, не думаю, что я ничего не видел. Я это отлично вижу и все это высказывал, притом в глаза высказывал не один раз. Но я же думаю, что вы молчать-то не могли, там друг друга. Ну, когда первая книга у него была написана, и он там написал, что я про него говорил. Это очень открытый человек-то. Я говорю, я не могу понять, то ли ты выполняешь заказ масонов, закрутил на Берсеневском крыжовником засохшем поле, или ты сам не понимаешь, что делаешь. И он мои слова напечатал в следующем томе. Ну, как вот соединяется это, интересно в нем. Вот так. А это связь. Патриархия всех перемалывает, это ржавщина. Они отвечать будут за всех. За всех, кого я даже не произношу. Вы знаете, о ком, которые пришли, которые имеют степени, какие у них. Но они точно определили грань. Они чуть-чуть попробовали там, их буквально задолбили. Как Андрея Гуравьева. Патриархия безжалостно все перетирает. Ну, Игорь Сихонович, вот таких людей-то фактически, и даже вы не можете назвать, кто действует вот так, как вы, например, среди священцев. Значит, там спасающихся-то нет, получается? Я не говорю, что они не спасаются. Нет, ты мои слова не перейдешь. Я сказал, что во всей полноте слушать веления Божьи, вот это вопрос другой. Они все время вымеряют, а что мне за это будет? А я вообще никогда об этом вопросе не скажу, что мне будет. А разве можно так спастись, если я вымеряю? Тут вот епископ так скажет, я крестить уж не буду, а то скажу, он меня попрет. Это разве можно спасти? Все. Именно так. Он не скажет, но именно так. А еще бы он не покрестился. Он боится? Он просто боится. Они узнают, они сожрут попы его. Но вот кто-то первый, должен... Сегодня мне сколько пишут? Вот в России вы первые начали это так говорить. Это не может быть. Вы против кого руку подняли? Такую махину. Патриархия эта. Я этого не понимаю. Я глупый. Я знаю Бог. И большинство и сила там, где Бог. А Бога там нет, где вопреки Богу идут. Они все нарушают. Я-то хочу понять, вот в такой ситуации, когда люди идут на компромисс. Разве возможно спасение у этих людей? Разве можно спастись, вот действуя так, будучи священником и идя на компромиссы? Вопрос серьезный. Но вопрос спасения касается Бога. Я не решаю. Но скажу, что этого делать не надо им. Не надо. Надо пострадать. А я буду крестить правильно, и меня запретят. Вот это и надо. Надо, чтобы сегодня они запретили хотя бы священников 200. А они ни одного еще за это не запретили. А я говорю, а что ты трясешься на это? Ты делаешь... Вот когда я выпускал материалы, материал о войне, любите врагов ваших. Материал о русском языке, о слове, о кристинном православии. Ну и материал о благовестии. Все должны проповедовать. И наш Евтихий Курочкин, епископ, поднял такое батюшку под запрет. А меня на отлучение. Я сразу всех предупредил. Как только епископ вступит в это, его слова в силу, я выхожу здесь. Но в университет я уже не отдам, его не касается. Я вел занятия во всех отделах милиции, гор и край УВД. Во всех воинских частях, на заводах. Тут он не прикасай бы. Но в храме он имеет власть. Я сразу выйду, буду стоять. Но он не решился, не перешагнул. Когда перед этим вот еще лет за пять до этого объединения, у них там избирали нового епископа. И единственный, кто прошел без единого возражения на епископ отец Аким. Один. Ну, матушка уходит там в монастырь или куда. Вот как было. Ни одного возражения не было. Он на высоком счету. И архиерей приехал и меня здесь уговаривал, чтобы я поговорил. Батюшка не соглашается. Я говорю, я сделаю все возможное, чтобы он никогда не был епископом. Да. Вот так. Так что... А другие... Вот видите, его избирали, а он недостоин. Люди-то не знают. Нет. Недостоин он. Нигде его этого слова недостоин не было. А он не согласился и сказал, я недостоин. Но это не означает, что он хуже других. Он видит больше. Ну, еще я тут зудел под боком у него. Для него это хорошо, что вы тоже как есть. Да. Мы так и поняли. У меня вот сидели тогда митрополиты, епископ и все, что вы обязаны уехать священником. Я поехал когда в Америку. Здесь приехал епископ прямо к нам. Вы только должны поехать священником. Руку положить. Я отбился и там, и здесь. А люди, чтобы получить, они годами работают там в хачегарках, при храмах. Нету. Я епископом давно был бы, давно уже, лет 30 назад. Ну, а я дальше сторожа не пойду. И чтецом меня рукоположили, только с целью, чтобы при епископе мог проповедовать в храме. Что и было сделано. Мне данное слово, я стараюсь его сохранить. Насколько это удачно. Вот стихотворение, там поэт, я в литературном институте говорил, там нахваливают. Я никакой не поэт, сохрани Бог. Это проповедь в стихах. Какой я поэт? Мне даже смешно это. Ну, а тогда кто поэт? Ну, кто поэт? Дементьев, Расул Гамзатов, Евгений Евтушенко. Я назову, современников. Ну, один умер уже. Я назову. А как я, какой? Но то, что я пишу, я считаю, мои стихи намного выше, чем у них. Почему? Смысл. Они не могут этого сказать. У них этого нет. Вы зайдите, посмотрите, какие стихи выставлены. Ну, я же слушаю то, что вот вы в песнях изложены были и так. Ну, есть, которые, конечно, они так и не очень мне нравятся. А есть прям такие глубины, прям вот, ну, сердце касается. Они не мои. Вот в чем дело. Они не мои. И когда вы говорите нравится, не нравится, вы считаете на несколько раз. А потом посмотрите, где стоят запятые, какие знаки. У меня самые большие знатоки, говорят, ваше стихотворение, должны иметь целые книги прояснения, что это. Они бывают с двойным, с тройным подтекстом. Называется экстраполяция событий на другой момент. На сегодняшний, конкретно к тебе, к считающему. И когда это прочитают, один так, я говорю, прочитал. Говорит, ой-ой-ой, сколько? Я говорю, ты еще раз считай. Он прочитал. Да ты нахал, говорит. Я говорю, ты увидал, что там написано-то. Я говорю, а как же ты считал? Тут я даже не подумал, что там есть. Понимаешь, такой тонкий-тонкий намек. Да, его могу видеть еще ведь. А как вы нашли это выражение? Не знаю. Я, другой раз, останавливаюсь и, ну, просто афоризмы. А откуда они? У меня их нету. А могли бы написать? Не могу написать. У меня нету. Я добровольно отстал и больше не пишу. За 9 лет написано 3000 с лишним стихотворений. По 9 куплетов. Ну, вообрази, что это? Это больше, чем по одному на каждый день. Да там много чему удивляться-то, Игнат Тихонович, у вас можно. Поэтому, что тут? Я не за удивление, а просто сказать, как доверяться Богу. Я доверяюсь, а потом рассматриваю. Вот этот вариант я писал и потерял. Второй написал более сухо, но более пространно, он более восприемчив. Почему? Больше тут уже молитва коснулась. Я постоянно, непрерывно этим занимаюсь. Человека потерял. Потерял его уже лет, наверное, 8, нигде нету. Ну, мне надо его. Ну, что надо-то? Я к Богу, Господи, я потерял человека. И не могу. Смотри, ты встаю, звонок. А человек уже находится в Англии, в Шотландии. Я говорю, а почему ты позвонил? Не знаю. Говорит, как на мне ваш образ, прям как нарисовался. И мысль такая, позвонить, позвонить. Я знаю, это живой Бог отвечает. Я говорю, почему ты вчера не позвонил? Я даже забыл, что вы и есть тут. А сегодня прямо все передо мной вышло. Это ответ. Ответ. Вот один из ответов, ваша помощь, когда мы поехали, вы послали. Притом, я стоял, получал и подумал, мне надо было такими ассигнациями. А другим дают там по тысяче. А она дает мне пятерками моими ассигнациями. Это, понимаешь, как? Это надо видеть. Надо видеть веяние тихого ветра. И в громах, и в волне. Да. Игнатий Тихович, последний вопрос. Вот скажите, на ночную молитву вы встаете. Вы каким образом время выбираете? Ну, когда... Нет? Не выбираю. Не выбираю. Рекомендование каким образом? Так получается. Ну, хорошо. Я скажу другое. Когда я был в тюрьме и молился о духе молитвы. Подъем в 6. Дома встал в 4.40. Но в 4.40, а там сейчас 20, сейчас мне не хватало на молитву. Меня ровно в 4 пробудил ангел. И теперь, сколько бы я ни сидел, а там свет горит все время в камере, и там ни часов, ни одного нету. Меня ровно минуту в минуту Господь поднимал. Ни одного дня не было, чтобы я проспал. Как это так? Охранники смотрят, говорят, вот поверьте, вот он положил руку вот так, ни разу не пошевелился. Вот сейчас, смотрите, сейчас стрелка касается, и сразу соскочит. Бац! А кто его поднимает? Никто не может понять. И дальше я приступаю к туалет. Сделал меня даже никто не видел в туалете ни разу. Обтер со холодной водой и сразу на молитву. Это Бог дает. Бог. Он меня на это избрал. Из других камер непрерывно стущат. Батюшка где? Он на молитве, молчок, опять. Ну, когда он кончит молиться? Так, мы идем завтра в суд. Скажите, чтоб помолился. А там и мусульмане все звонили. Сколько там благодарности. Мы думали, там дадут по столько лет, а нам всего по пять лет дали, говорит. Как это так? А Бог делает? Я же не говорил, давайте мне молиться там. Мы приехали только через Новокузневск, провозят. И сразу же пошли молитвы. Переписывают и там стали прятать. Начальник сразу поймал и меня сразу на ковер. Это ваше? Я говорю, мое. Ну, дальше беседуем. Я ему теперь свидетельствую по полной программе. Видите, я шел победно. Даже в суде, когда сказали, суд засчитали, я вот так вот, прокурор, судья говорит, ну, поняли? Я вот так два раза шагнул за загородкой. Я шагну вот так, как по воздуху, на той стороне буду. С тобой, пророк, или я рядом? Вам и... А они понимают, нет, говорит, его не взять. И мне здесь эту фразу повторяют. И в Турции этого не взять. Почему? Ну, я как мотылек. Как один приехал тут писатель, журналист говорит. И вот, говорит, когда я постучался, вошел, говорит, ты такой ершистый старичок, похожий на шмеля. На шмеля. Но, говорит, заговорил, я понял, это не шмель. Вот такими словами пошло. А он 10 лет только в Комсомольской правде работал, Макаров Сергей Сергеевич. Это для слова Божия нет уз. Там в конце и вот 4 статьи. Вот вы посмотрите. Я читал сейчас, вот уже буду 5 читать. Это как дело это? Да, мне нравится. Живое? Да, так это все. И главное, про воспитание детей, вот сейчас я читал, мне тоже понравился, вы там вот писали. Тоже полезно. Это практика, я не теоретик. Я избегаю разных в этих заковыривших слов. А когда коснулось в одном месте, я начал говорить, у них, говорится, мозги поехали. Я этих слов столько знаю, но они не нужны. Не нужны совершенно. А как вы определяете? Я вообще ничего не определяю, я просто молюсь. Я говорю, вызвал как-то меня ректор университета и говорит, у нас сейчас вот идет тут какой-то курс для бизнесменов. Ну, и они хотели, чтобы вы у них проводили занятия там. Да какой я, я только для студентов тут. Ну, просили. Я провел, ну, немного занятий. Вызывают мне такие деньги. Я говорю, а за что? Ну, а занятия вели. А за что? Так поставки профессора, да еще с накладками с какими-то. Чуть не лауреат на оближной премии. Я говорю, вы такие деньги-то, я их в глаза не видал. Ты идите, получите. А потом на 17 лет мне насчитали. Я уже из-за ННН все бросил и не получил. Мне это интересно. Просто интересно самого себя испытать. А вы сейчас без ННН, да, Игорь Тихонович? Нет. А где? Для церкви-то оно есть, видимо, там. А у меня откуда? А для пенсии сейчас не нужно еще ННН, чтобы пенсию? Не знаю. Я не касаюсь. А что пенсия-то там у меня 6275? Ну, без ННН-то все равно, любую сумму они должны давать сейчас. Я не знаю. Я прихожу, у меня с Берклиникой отдает, а я не дала, я пошел. Вначале, ага. Но это вы только тренируетесь, да? Нет. Ну, они могут поставить там, им если надо, пускай делает, а то удобнее счет вести. Я против ННН ничего не имею. Но я понимаю момент, где я могу себя испытать. Ну, вот я говорю, когда не получил за 17 лет преподавания, и я не получил, только из ННН. Подал бы в суд, я выиграл бы в течение разового захода. Ну, чего ради-то? Я просто живу, просто живу, и все. У меня нет никаких там, какие-то люди там плануют и спрашивают, ну, какая вот система так результативная вели в университетах. Где бы у меня ничего нету этого. А как вы вели занятие? Блаженный феофилакт. Вот трехтомник. Если это ты знаешь, то закон Божий, все остальное ниже. Ну, и песня песней. И противосектантский второй том открытым оком. Ну, тут уже, конечно, опыт. Опыт, с какого стиха, как повернуть, какие слова выделить. Ну, просто я знаю. И когда вот симфонию на диноконической книге издавал, я все, какие были изданы, все просмотрел. И ни одной не нашел, которая издана профессионально. Они не знают. Я смело могу сказать, лучше нашей симфонии не было. И издать ее лучше невозможно. Только больше шрифт можно сделать, кто богаче. Не издать. Просто это невозможно. Все падежи, все глаголы я свожу в один, и по одному слову можно найти. Они не понимают, что они хотят из этого. Они просто берут, копируют из Библии, а еще падежи не найдешь. Какого падежа? Владимир Тихонович, тогда мы, значит, давайте так, вот сейчас завершаем. Вы по деньгам там определитесь, дадите знать, вот, и тогда, значит, я там к вам отправлю эту сумму. А вот, допустим, если какие-то будут обстоятельства в дороге, еще что-то надо будет, ну, там тогда на меня можно будет выходить, и я буду там дальше помогать. Чтобы они завели карточку, и вам передали, Марьясов, кто-то главный, берите. А это так, я, что получите, я им деньги эти отдам, и все. А если где-то останутся, что с этими деньгами делать? Ну, все, я помогу, тут у нас многодетная есть. Я, когда приехали в прошлом году, я через год все раздавал. В общем, так, что я жду от вас цифры. Жду от вас цифры, в общем, вы знаете. Ну, я вам могу это сказать буквально завтра. Я вам... Да вы мои, знаете... А там есть, по-моему, я же найду, там же уже ваша карточка появилась, теперь Сберпанцер. У меня есть, этот, пластиковая карточка есть, как вам выгоднее, так и сделайте. Я не знаю, карточка или это, или Сберкнижка, как лучше. Да, да, да. Лучше, по карточке. Да, вы мне сообщите. По карточке. Не, не, вы сами определите. Сколько вы пошлете, на ваше усмотрение. Я не определяю, даже определять не буду. Не определяю. Вы сами, прикиньте, расстояние, все самое. Вы спросите, сколько стоит километр. Накиньте на 40 тысяч. Для пробега 40 тысяч километров. Да, в 13-м году мы прошли 40 тысяч километров. Кто-нибудь, может, сориентироваться. Перекиньте, все, что там требуется на ремонт. Заложите, что это. Что вам не в тягость, только всего. Я сразу Марьясову эти все деньги отдаю, и он приезжает на крещение. И отсюда сразу уже машина будет подготовлена. Видите, ее пригоняет на следующей неделе. Здесь сервис. При Николае Крущине заново осматривает, все проверяет. И она будет стоять новая. Надо заменить все, что имеет какую-то ненадежную характеристику на новое. Вот я говорю, на сервис. Определиться, поменять, чтобы спокойно ехать. А уж там, если что-то случится, ну что ж, не без этого. В прошлом году, там это геометрия, колес, там все. Больше проблем с 9. Проверь, люди все нормально. Видите, эта машина оправдана была у нас. Почему? Оба ведущие. Она высокая, на пузо не садится. Берет груз. 7 человек. Она по всем параметрам нам подходит. Это Игорь Глушков из потерянного. Я сейчас с вами свяжусь, чтобы он определился, потому что он все-таки уже водитель, знает, какие деньги нужны, и мы через... Да. Да, ехать, ехать будут, уже все решено. Никому ничего не сделать. Надо самим и везти делать. А когда они приедут и заезжают туда, знают, что специально... Игорь Гнатьевич, максимально какой срок, вы думаете, уйдет на их поездку? Полтора месяца. Будет три человека, так я понимаю? Ага. Три человека за параметрам. Ну, надо заложить деньги, чтобы все-таки на них что-то деньги-то были. Не только на машину. Хорошо, Игорь Гнатьевич. Сами смотрите, все считайте. Моего там ничего нет. Ваша передовая. Вы делаете это не ради праздного любопытства. Если одна дружина обратится, в этом счастье ваше будет. У меня охота приехать, я не знаю. Я вас плохо потеряю. Там сейчас в Москве нашли одного священника, который крестит и моченых, и которые не знают, как креститься. Но с ним созвонимся, если удастся с ним покреститься, покрестимся. Но мне хочется, я, может быть, даже сам просто к вам приеду, если там не будете возражать. Даже если покрестить. Нисколько, нисколько возьмите одежку с собой. Пусть она побудет, отдохнете маленько. Ну, с чего, походят по виском. Так что мне хочется, конечно, повидать, с вами побывать. Так что, может, с Бог повидаемся. Ну, с Богом. А вы уже все через интернет увидели. Ну, давайте выставляем. Вы не против? Ага, с Богом.